В Грузии сейчас новый виток политического кризиса. Оппозиция вновь отказалась от переговоров с представителями правящей партии. На этот раз, видимо, окончательно. А все из-за ареста бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулавы. Почему он попал снова за решетку, разбирался наш корреспондент Тбилиси Михаил Рыбакидзе. Провожали всем двором, вернее, всем оппозиционным братством. Экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава попрощался с соратниками у здания изолятора и сдался полиции. Впереди срок 3 года, 2 месяца и 8 дней. Я был готов к этому. Собрал личные вещи, книги. Ничего страшного. Сегодня вся наша страна – это тюрьма, поэтому не имеет значения, где ты находишься. Борьба продолжается, и мы освободим страну от Иванишвили и его режима. Угулава отправляется за решетку во второй раз и снова по делу о превышении полномочий и растрате бюджетных средств. 17 миллионов долларов пропали из казны. По версии следствия, их спустили на предвыборные кампании национального движения с 2007 по 2013 годы. Человек, который занимался перекачиванием государственных средств в карман своего лидера, должен ответить. Это же воровство. Люди, которые воруют какие-то мелочи, отвечают по всей строгости закона. А здесь речь идет о миллионах, и политика здесь ни при чем. Фонд развития Тбилиси, созданный Угулавой по поручению Саакашвили, был черной дырой в бюджете. Деньги выделялись на инфраструктурные проекты. Смету раздували как могли. К примеру, на бумаге гигантские трубы из стекла и бетона в центре города обошлись в 50 миллионов долларов. А вместо театра мускомедии и выставочного центра – только каркас. В начале 2013 года Михаил Саакашвили решил провести в недостроенном комплексе концерт. Но он так и не состоялся. Музыканты в один голос заявили – звук не годится, акустики нет. С тех пор эти двери закрыты. Часть денег пошла на зарплаты активистам национального движения, тем, кто заполнял залы и аплодировал Мишако во время его долгих выступлений. Остальное – на красивую жизнь. Раз в неделю Гулава получал через своего зама прямые указания генерального прокурора Адаишвили о всех транзакциях, всех тендерах и так далее. И колоссальные откаты шли в общак националов. И поэтому сейчас у нас в Саакашвили миллиардеры покупают себе коттеджи рядом с Трампом. Это же сотни миллионов долларов. Арест одного из своих лидеров оппозиционеры назвали началом репрессий со стороны власти и отказались продолжать переговоры по избирательному кодексу. Новая тактика – давление на грузинскую мечту со стороны заокеанских друзей Саакашвили. Что ни день из Соединенных Штатов приходят письма в адрес правящей партии и премьер-министра, конгрессменов и сенаторов. Они возмущены тем, что в стране нет демократии, что суды подчиняются воле Иванишвили, арестовывают лидеров оппозиции. Это удар по имиджу Грузии. За океаном вспомнили и про скандал вокруг компании Фронтера. Она занималась разведывательными работами в Кахетии. Искали нефть и газ. Однако власти Грузии в 2017 году лишили компанию лицензии. Кстати, с тех пор Фронтера не выплачивает зарплату сотрудникам. Американцы восприняли это как давление на иностранный бизнес. Критику со стороны наших партнеров мы воспринимаем спокойно. Если есть какие-то вопросы, готовы к аргументированному диалогу. Что касается частной компании, то этим занимается Международный арбитражный суд. Подождем заключение. Очередной кризис в отношениях между властями и оппозицией на руку Михаилу Николозовичу. Возможность взять инициативу в свои руки. Правда, на расстоянии. Заигрывание с властями ни к чему не приведет. Нужно действовать решительно. Я создаю штаб, которым лично буду руководить. Он расположится в Тбилиси, в моей библиотеке. Нам нужны новые лица, молодежь, которая хочет жить в свободной, демократической стране. Отзывов на инициативу Мишуко пока не поступало даже от его соратников. У всех своя игра. Зато известна дата очередной акции протеста. 4 апреля в 4 часа в том же месте, на площади перед парламентом. Михаил Рубакидзе, Вячеслав Мадашвили. Программа «Вместе. Грузия».